Педикулез распространен во всех странах мира. Заболевания затрагивают все слои населения. В шамме можно инфицироваться случайно, а не только при плохой гигиене. Например, откинувшись на подголовник в вагоне поезда или занимаясь контактными видами спорта, на коврике или татами. Заболевания встречаются у обоих полов, но девочки болеют чаще, чем мальчики. Педикулез реже встречается у афроамериканцев, возможно, из-за различий в структуре волос. Хотя в Африке вши и адаптировались для захвата нецилиндрических волос, процент встречаемости здесь всего 3,7. Жизненный цикл вшей от яйца до взрослой особи составляет примерно 25-35 дней. Вши передаются от волоса к волосу, но стоит отметить, что они не умеют прыгать и летать от одного человека к другому без прямого контакта. Тем не менее, вши умеют передвигаться со скоростью 23 сантиметра в минуту. Передаются они при непосредственном контакте с зараженным, особенно в организованных коллективах. Также при контакте с зараженными вещами, чужие головные уборы и щетки для волос. У нас имеется три вида вшей. Головная вошь, плотяная вошь и лобковая вошь. В зависимости от этого пути передачи у нас следующие. Если это головная вошь, преимущественно это тесные контакты, использование одних и тех же расчесок, использование плееров, наушников, телефонов. Если это, ну также можно при тесных контактах, если это лобковая вошь, то это у нас половые контакты, преимущественно также тесные. И если вы спите на одной кровати, на одной подушке. Головная вошь это исключительно человеческий паразит, который не передается от животных или животным. Это бескрылое насекомое серо-белым телом длиной от 2 до 4 миллиметров. После того, как вошь напитается, брюшко становится красным. Вошь питается кровью, погружаясь своим хоботком в кожу. При укусе в рану попадает слюна насекомого, которая является для организма чужеродной. Попадая в кровь, секрет вызывает реакцию иммунной системы, что проявляется зудом и покраснением кожи на месте укуса. Зуд приводит к раздражению и многочисленным расчесам кожи. Повреждения кожи, в свою очередь, являются входными воротами для различных инфекций. Основными симптомами это является непосредственно зуд. Вы это узнаете, к сожалению, не сразу, после только того, как уже они на теле, так сказать, дали о себе знать и заселились. И расчесы. То есть это будут расчесы, расчесы на теле, расчесы на голове. Самые яркие и любящие, так скажем, места – это за ухом и ямочки. Ну, то есть вот здесь вот в шее. Лечение педикулеза направлено на уничтожение возбудителя на всех стадиях жизненного цикла. При несоблюдении рекомендаций высок риск неудачного лечения, а также развитие нечувствительности в шее к терапии препаратами. При платином педикулезе обработку больных и их вещей должны производить специальные лицензированные дезинфектологические организации. Для дезинфекции помещений, мебели, а также белья, одежды и постельных принадлежностей применяют педикулицидные средства в аэрозоле. В терапии используются три метода – механический, физический и химический. Дополнительные методы лечения требуются при развитии осложнений. Первый подходит в случае единичных особей. При этом используют специальный гребень с мелкими зубьями. Для облегчения вычесывания гнид накануне рекомендуется нанести на волосы вазелиновое масло или комбинированный препарат, содержащий кокосовое или анисовое масло. Эффективный способ – это, конечно, в аптеке продаются противопедикулезные препараты, это шампуни, это гели для тела. Достаточно будет один раз их использовать и потом уже в дальнейшем через 7 дней это дело повторить. И у нас имеется также, если мы говорим о вши, которая развивается у нас на голове, нужно будет гребнем, если это длинные волосы, длинные волосы гребнем после того, как промыли, прочесать и убрать не только сами их непосредственно в шее, но и гнид. Прогноз для жизни при педикулезе благоприятный. На фоне лечения большинство больных поправляются без каких-либо отдаленных последствий. При несоблюдении врачебных предписаний или в случае сохранения живых гнид есть риск повторного заражения. Однако, следуя инструкциям и выполняя беспрекословно каждое назначение медицинского работника, можно остановить жуткую цепочку заражения, как минимум в своем близком кругу. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универньюз.